Итак, мы с вами имеем вот такой одиночный кадр. Это то, что нам дала камера с выдержкой 1.6. И он, конечно, многих может разочаровать. Вот сейчас я его возьму, чуть-чуть начну увеличивать, допустим, до 100%. Вот 100% мышкой я вожу, вот внизу, видно, да, прописано его разрешение. И, собственно говоря, в каком масштабе он воспроизводится? Вот наша туманность, вот она такая ничтожная, что-то непонятное. Это звездочка, по которой я гидировал. Вот таких кадров я собрал 798 штук. Можем, конечно, еще увеличивать, да, вот она становится более видна нам. Но если это уже у нас получается 200%, вот можно, конечно, дальше увеличивать, когда пиксели уже начнут видны. И вот с этого всего мы попробуем все это обработать в программе, как я говорил, DeepSkyStacker. По программе самой долго рассусоливать не буду, потому что не есть цель вас учить этому, но кое-какие настройки, что я как использовал, я, естественно, расскажу, покажу. Для этого мне нужно будет начать загрузку программы с лайтов, открыть кадры изображения. Ну, я для этого возьму буквально 3 кадра, да, почему, чтобы программа просто начала допускать нас к меню настройки, чтобы я показал, в каком режиме я что обрабатывал. Может, кому-то это будет полезно. Естественно, мы возьмем с вами Darky. Вот, мы их там обозначили. Так, вот, открываем Darky и Offset BIOS, которые я вечно путаю с флэтами. Вот, Offset'ы вот мы берем тоже. Все, по 3 взяли всего, хотя я повторяю, я обрабатывал 798. Мы здесь выделяем все, выбираем все, вот выбрали все, галочки вот поставили. Нам нужно теперь определить какой-то опорный кадр, да, ну, к примеру, выделяете из списка любой light, на ваш взгляд, самый качественный, и правой кнопочкой использовать как опорный кадр. Чтобы программа считала быстрее, я всем рекомендую сразу его сделать вот в таком режиме, нажимая левой кнопкой по экрану. Вы можете выставить часть кадра, собственно, нам нужен, собственно, сам объект Андромеды, поэтому вот у меня тут есть две звезды, они у меня как и есть ориентир. То есть я вычислил, что вот как раз центр кадра, это когда две звездочки я почти по краям размещаю. Потому что если бы мы снимали звездное поле, там, личный путь, то это был бы оправдан, естественно, весь кадр. Но тогда и общет был бы другой. Теперь мы можем перейти к регистрации выбранных кадров. Я ставлю галочку перерегистрировать уже зарегистрированные кадры. Все остальное оставляю по умолчанию. Здесь я не оставляю никогда 80%, я беру 100%. Потому что практика показывает, что они, в принципе, все равно программа выберет вам 100%. Причем, в смысле, программа выберет только те кадры, которые, по ее мнению, качественные. То есть смазанные, но все равно все поубирает. А когда мы ставим 80%, она, естественно, 20% должна вообще выкинуть. И таким образом оставит вам в работе уже ограниченные 80%. А может быть у вас, допустим, не 80% хороших кадров, а 87% или 92%. Каждый кадр на вес золота. Тем более при такой нашей выдержке 1,6 секунды. Я все-таки беру 1,6 секунды, потому что я их просмотрел, они достаточно нормальны. И я их взял в работу, не одну секунду. Хотя одну секунду тоже обрабатывал, но остановился на 1,6 секунды экспозиции. Вот ту папку, которую я сделал 798 кадров. Переходим в дополнительную закладку. Здесь нам он предлагает определить количество звезд. Нажимаем, определяем. Количество звезд должно быть не меньше, хотя бы, ну, лучше, больше 150 и выше. Ну, 150-500. Тогда ему очень легко складывать, совмещать все. И программа выдаст достаточно адекватный результат. Просто доверьтесь уже тому, что я сделал. Ну, вот нам выдало, что вот на этом квадратике нашем, красненьком, вот 301 звезда. Меня-то устраивает. Сразу обращаю внимание для тех, кто впервые в этой программе, что вот этот движок, все работает с точностью наоборот. И чем больше вы здесь поставите, тем меньше звезд он увидит. Поэтому вот я и выставлял 3%. Ну, это подбирается. Я ставлю галочку «Уменьшить шут медиан фильтром». Сейчас не буду объяснять, что это такое. Но с этой галочкой результат гораздо становится более четким. И я рекомендую его ставить, особенно на DSLR-камерах, на очень высоких ISO. И тем более, когда мы снимаем с вами короткими выдержками. Поэтому я пробовал и так, и так. Пришел к выводу, что этот фильтр, в общем-то, достаточно помогает. Ну, и мы заходим в папку, в вкладку «Рекомендованные параметры». Здесь я пока сейчас оставляю все зеленым, как есть. Потому что конечный, когда мы будем уже выводить с вами на обработку, он еще раз нас спросит, что да как, и мы в этот процесс вмешаемся с вами. И параметры сложения. Параметры сложения он сразу выбирает нам режим «Выбранная область». Потому что, ну, это правда, мы выбрали область с вами. Есть стандартный режим «Мозаика», «Пересечение». Можете об этом почитать подробно в мануале, который вот здесь, кстати, есть «Помощь DeepSkyStacker» или «О DeepSkyStacker» вот здесь вот в левой части меню. Правда, на английском языке, но что надо учить иногда иностранные языки. Это полезно в любом случае. Я ставлю здесь не две отметки, не две галочки, а одну. Использую все доступные CPU на компьютере. Потому что я обрабатываю на ноутбуке, это не очень мощный. Ну как, достаточно мощный, но не такой для, не предназначен для таких работ. И перехожу, да, включить двухкратный Drizzle, да, такой режим. Потому что я четко увидел разницу в результате качества обработки. И если бы у меня был очень мощный компьютер, я бы включил и трехкратный Drizzle. Это, конечно, увеличивает резко время обработки, но результат того стоит. А выравнивать RGB в финальном изображении я не буду. По одной простой причине я это оставляю на свою ручную, как говорится, интуицию. И буду ручками стараться вывести цветовую гамму такую, чтобы она была приятной глазу. Изображение. В изображениях мне надо определить режим сложения. Все советуют, и я, в принципе, придерживаюсь того же мнения, работать в режиме Median Kappa Sigma Clipping. Не буду сейчас на этом останавливаться. Вот просто поставьте галочку, да и все. Darky обрабатывать тем же методом. Bios и offset-ы тем же режимом, который и Darky изображение. Выравнивание. Я выбираю автоматическое. А вот промежуточные файлы, которые выдаст программа, когда закончат обработку, без вашего участия, она лучше в FITS сделать формат расширения. Почему? Потому что мы потом перейдем в другую программу, которая очень дружит именно с FITS файлами. А вот еще один важный момент. Хочу остановить ваше внимание на этом. Если подобные программы, которые, ну, такие грузные, да, то есть, скажем, емкие программы, редакторы и прочие, начинают барахлить или сильно замедлять свою работу, вы можете выйти из этой ситуации, проверив, куда программа направляет временные файлы. Дело в том, что любая обработка массива данных больших, изображений, видео, предполагает, что подвязанным программа должна себе создавать как бы напоминалки, регистрировать процессы обработки, и это все складирует в какую-то папку. Как правило, там папка update, local, temp. Ну, так по умолчанию прописывается огромное количество программ, и Photoshop, и LR, и прочие редакторы. И вот это же наша дипская стекера не составила исключения. Здесь стояла временная вот эта папка, уходила вот на диск C. И вот именно поэтому я говорил, что у меня зависала эта программа, не хотела работать. Я создал временную папку на диске D, и там ее разместил. После обработки я просто захожу туда, ее вычищаю, и машина, компьютер готов к следующему подвигу. И переходим во вкладку косметика. Косметики я спробовал и с этими галочками, без этих пришел к выводу, что на горячих пикселей, на DSLR-х камерах достаточно много, и, кстати, их можно вот здесь проверить на первом кадре, посчитать. Это просто займет время, и вы в этом сами убедитесь. И поэтому я рекомендую ставить вот эти две галочки для того, чтобы вот эти такие есть красненькие точечки, особенно на высоких ISO, мы сведем их появление, ну, практически не на ноль, но достаточно снизим, чтобы не портить картину. А в один пиксель я выбираю, чтобы он определял. Можно поставить два пикселя, три пикселя, тогда он просто быстрее будет считать, но, соответственно, и качество изображения будет более шумным и не менее детализированным. Вот. Дальше мы идем в итог. И здесь в итоге мы определяем с вами, куда складывать чего, да, куда отправлять итоговый файл. Вот. Вы там его находите на своем компьютере. А мы ставим галку, чтобы он составал автосейв обязательно, потому что, вот, бывают ситуации разные, отключают электроэнергию, еще что-то происходит, и, может быть, хватает заряда или блока бесперебойника, чтобы закончить работу. Вот. Это полезная штучка, которая ваш, ваш результат. Потому что считать подобное количество работы, средней паршивости компьютер, как у меня, будут, ну, 10-9 часов. Вот. Все, вроде бы все, да, окей-каем. Нажимаем окей. И нажимаем здесь окей тоже. И вот перед тем, как начинать работать, программа сейчас нам выдаст вот этот вот, как резюмирующий такую штучку. Она пропишет, что у нас суммарная выдержка 3 секунды. Когда я сложил 798 кадров, там было 21 минута, что-то сколько-то там, 8 секунд. И он спрашивает, вот еще раз все читаете. В самом конце очень важная информация, заслуживающий мнение, что процесс будет использовать столько-то метров гигабайт памяти, и у вас свободных столько-то. То есть процесс разрешен, можно его запускать. Нажимая кнопку окей, все, мы можем уйти с вами спать, гулять, если огромное количество работы, поверьте, это будет продолжаться достаточно долго. Но мы загрузили-то всего 9, как говорится, 3 лайта, 3 дарка, 3 офсета. И поэтому это все будет достаточно быстро, ну и будет бестолковый результат. Поэтому мы так скажем, я играюсь больше с вами, да, я вам показываю как, что, чего. А вот они на самом деле, мы как бы делаем обработку. Но сейчас в результате, что мы получим на выходе, мы с вами сейчас увидим и, естественно, это продолжим. Вот, мы с вами в конечном итоге выходим и получаем итоговый файл. Вот этот самый автосейв, который нам сохранила программа в процессе обработки. Ну, я этот файл уже, естественно, имею обработанный, поэтому я его просто сейчас покажу вам, как он приблизительно может выглядеть. Вот, ну, для этого мне надо, что его, просто загрузить. Вот так, сейчас, минуточку. Мы, значит, открываем изображение из программы, вот в данном случае, и вставляем его уже в программу. Ну, так будет выглядеть ваш файл, когда вы закончите обработку. Параллельно, пока он грузится, я сейчас сверну эту программу в иконочку, вот, и я возьму, открою уже LR, чтобы он у нас был на всякий случай. Вот, потому что LR мы уже будем сейчас проходить с вами, как бы, во второй части Морализонского балета, ну, потому что один ролик получается сильно длинный, если все и LR, и DeepSky, и еще между DeepSky и LR-ами. Еще кое-что хочу вам показать. Ну, во всяком случае, что я с вами, да? Вот, наш фитфайл загрузился, вот он загружается. Я знаю, что многие люди будут в шоке от того, что увидят. Скажут, вот это, из-за этого я, вот это, ааа, кошмар, кошмар. Ну, идите, возьмите пистолет, застрелитесь. Хотя шутка, конечно, не надо стреляться. Вот, в общем-то, не совсем приглядная картинка, которую мы с вами будем наблюдать, когда вот произойдет обработка. Вот этот наш автосейф, вот он состоит из 793 кадров, вот в верхней части это все написано, из чего он, собственно, сложен. Я его потом делал из фитфа в ТИФ, вот, но это уже допускается, когда сделаны основные вещи, вот, но я просто оставил его для памяти, чтобы вот показать вам. А здесь начинается самое интересное, да? Это начинается, как же обрабатывать, и вот эти вот непонятные кривые и так далее. Ну, все как в школе учили. Влево двигаем, меньше делаем, вправо двигаем, увеличиваем чего-то. Здесь есть разные режимы, алгоритмы обработки, логарифмические, линейные, кубические, по площади и так далее, и так далее. Я на это не сильно обращал внимания, я оставил, как оно было, по умолчанию, хотя здесь можно играться. Потому что надо понять одну вещь, я понял одну вещь. Не нужно стремиться в DeepSky стекере вытянуть изображение, как в редакторе. Это практически программа не для этого, ее основная задача сложить кадры. И чуть-чуть мы можем сейчас с вами подправить. Вот давайте посмотрим, что мы можем здесь вытянуть из этого. Значит, смысл этой игры сводится к чему? Вот я здесь сразу ставлю вот такую галочку, связанные установки. Для чего? Для того, чтобы вот этот весь наш пик подвинуть, ну, двигая один движок, немножечко сместить влево. Вот приблизительно так. Затем я перейду во вкладку освещенность. Здесь есть темные тона, средний, яркий. Угол, который идет в верхний ползунок в каждом подразделе, это, по сути дела, наша контрастность, контрастность нашего изображения. А интенсивность изображения, это нижний ползунок в каждой закладочке темных, средних, ярких тонов. Нам надо выстроить такую картинку, вот приблизительно. Ну, темные тона я сразу иду, на 100% их темню и делаю максимально контрастными. Для чего? Для того, чтобы мой фон, мое небо было максимально выделялось. Потому что здесь, как вы видите, ну, просто блеклое все. Потому что мы определенным образом обрабатывали в Deep Sky. Вот RGB мы не выставляли, вот именно мы получили такое бесцветие. Ну, кстати, о бесцветии. Вот есть закладка цветность. Я не рекомендую ставить здесь большой коэффициент, особенно когда большой ISO. Я ставлю, ну, где-то 15-13%. Ну, вот поставлю, допустим, 14%. Ни ваше, ни наше. Нажму применить. И при слове применить и сдвинутом графике, вот смотрите, какая пошла проявка. Но это очень контрастная проявка, она меня не устраивает. Поэтому, что я могу тут сделать? Игра сводится к чему? Во-первых, у меня сейчас участвуют, как бы, цвета разделились. Есть синий канал, а зеленый с красным смешался. И вот для того, чтобы это немножечко, все-таки, придать ему какое-то более естественное, мне надо их свести прежде всего. Поэтому я захожу в RGB уровни. И что я сейчас сделаю? Я попробую их свести. Для этого я сниму галочку. Потому что мне надо сейчас, получается, двигать синий канал навстречу вот этим двум моим пикам. И сделать их, как бы, ну, по возможности максимально смешать. Вот, ну, где-то так, допустим, для начала. Теперь моя задача состоит в том, чтобы вот эту часть кривой на графике, чтобы она проходила максимально внутри моих вот этих трех цветных пиков. Ну, для этого мне нужно, конечно же, немножко поиграться, да, то есть, этой кривой. То есть, я должен понять, что от чего зависит. Поэтому не бойтесь здесь двигать, потому что вот здесь есть сбросы. Все, можно вернуть на один шаг назад. Поэтому тут гуляйте, как говорится. Ничего страшного не произойдет. Ну, и средние тона, это мои любимые тона, потому что в основном так ими все и можно выстраивать. Вот, я вот сейчас пока сдвигаю, как могу, эту кривую. Вот, допустим, сейчас я вот хочу сделать так, чтобы она как-то вот, ну, вот так стала. То есть, понятно, да? И яркие тона, я вижу, сильно они будут контрастные. Поэтому я их чуть-чуть, с вашего позволения, уменьшу. Ну, не совсем уж так прямо, но вот сейчас мышка прыгает, потому что рядышком с компьютером. Ну, где-то так. Вот, все. Вот, попробуем на таком варианте, посмотрим, что у нас начнет происходить со снимком. Ну, слово применить, и вот пошла проявка. Мы сразу видим с вами, что у нас идет проявление уже, не смотрите на зеленность эту, поборемся с ней. Вот пошла проявляться, собственно, самотуманность. Помните, да, наш первый снимок, точечка такая. И вот сложение вот этих 793 кадров. Мы даже тут какие-то уже рукава с вами видим и так далее. Но меня, допустим, здесь не совсем устраивает, что он такой зелененький у меня, да? Поэтому я решаю, какую проблему? Я решаю, чтобы зелененький канал чуть-чуть, ну, не то, чтобы так уж много выдвинуть, но чуть-чуть его вот убрать. Потому что влево убираем, я зелень как бы уменьшаю. Я оставляю впереди красный. Ну, я знаю, что и красный попрет тогда. Поэтому я постараюсь сейчас, может быть, и красный чуть-чуть сместить, да? Только не выдвигайте его, потому что так будет красного много, а я вот чуть-чуть, ну, вот тут надо угадать. Ну, вот где-то так. Может быть, чуть-чуть синий подвину навстречу вот этим всем товарищам. Вот. Ну, допустим, не сюда буду двигать, ну, а как? Надо просто, ну, это уже от вашей мышки зависит и как от умения двигать, да? Потому что тут колесиками можно, не сильно разгонишься, а тут именно надо иметь вот эти микроны. Ну, у нас еще с вами диапазон такой маленький. Ну, вот, приблизительно. Пускай будет так. Ну, еще раз применим, посмотрим, что получается. Вот у нас уже, видите, идет другая картинка. Вот главное понять эту зависимость, да? Что от чего зависит и не бояться. Вот тут даже уже пошли проступать цвета вот этих звезд крупных. Они стали появляться уже какие-то красные. оттенки. Вот одна галактика-спутница тут стала появляться. Вот она, да? Там М32, по-моему. А вот это вот у нас, значит, у нее проявляться галактика. Не буду врать, но, по-моему, что-то там. Что-то там 110, М110 или что-то в этом вроде. Сейчас мне суть важно, а мне вам объяснять вот как это, чего. Вы поймете, да? Что вот это вот приблизительно вот так вот. Вот вы уже видите вот даже, что у нас начинает с вами происходить. То есть мы проявили достаточно мощно, да? Ну, можно вот здесь еще поиграться чуть-чуть даже с освещенностью. То есть можно тут до бесконечности. Ну, как я говорю, обработку нельзя закончить. Обработку можно прервать, как ремонт. Поэтому я могу тут уменьшить еще ярких тонов чуток. Я знаю, что вот здесь сильно заваленность средней, потому вот такая зернистость пошла. То есть я могу уменьшить чуть-чуть этот угол. Вот так вот, да, поставить его. Попробовать. Ну, еще раз применить и посмотреть. Если мне что-то не нравится, вот в данном случае пошло еще ярче становиться, я, допустим, могу вот этот ползунок вернуть обратно. В данном случае у меня сильно много просто красных. Вот поэтому я могу и, собственно, и красные тоже там как бы сдвинуть, выдвинуть. И вот сейчас в данном случае не выдвигать их, а чуть-чуть, допустим, сместить. Но не убирать из оркестры ни в коем случае. Ну, где-то так. Вот. Просто сейчас не хочу терять время, потому что я уже как бы это достаточно... Ну, во-первых, сейчас у нас записывающая программа еще тут стоит. Она, естественно, все вместе на этот бедный компьютер. Ему там тошно становится. А дальше мы просто нажимаем «Сохранить изображение». Вот. Мы переходим в «Сохранить изображение». Называем, как мы считаем нужным. Нужно это все. И, естественно, сохраняем в какую-то папку. С этим, я думаю, вам должно быть более-менее понятно. Хотя понятно только то, что надо это изучать, двигать и читать. И, в общем-то, ничего тут сложного нет. Дальше давайте вот здесь прервемся. И продолжим уже в другой программе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!